Вот так сейчас выглядит проезжая часть на улице Луначарского. Она перекрыта, водители едут по тротуару. Нам сейчас удобно было бы ехать, если бы нет препятствий. Хорошая дорога нужна, потому что Масленникова часто забита, тяжело ехать. Нужно оно, очень нужно сама Луначарского. Без него никак. За три года на строительство дороги на Луначарского уже потратили 480 миллионов рублей. Еще 170 ушло на кольцевую развязку. Проблемы возникли из-за большого количества подземных коммуникаций и наличия сводов тоннелей метро. У них нулевая отметка изначально не была соблюдена. Вот этот кусок, где Луначарского заканчивается, и где еще не начинается ничья земля, я ее называю, где еще не началась ни Гагарина, ни Московская, где находился тоннель метрополитена, где холл метрополитена находится. Им пришлось поднимать, и мы видим, какой бугор. Мы видим, что поставили остановки, они уже здесь стоят, третий, где-то года три порядка. А транспорт так и не ходит, люди иногда печально сидят, а транспорта как бы и нет. Сейчас на Луначарского монтируют освещение светофоры. Готовится документация для сдачи объекта в эксплуатацию. Без нее проезжая часть юридически не существует, а значит ее никто не приводит в порядок. Впереди проверка госинспекции и стройнадзора. Только по ее результатам будут известны итоговые сроки открытия дороги. Вероятно, это случится не раньше 2018 года. После этого транспортный узел передадут на содержание городским чиновникам, которые в первую очередь должны будут очистить его от снега. Продолжение следует...